Онкологические заболевания, пожалуй, самое страшное, что может грозить нашему здоровью и нашей жизни. Рак развивается быстро, бороться с ним тяжело и дорого. Лекарства от рака до сих пор не существует. Но современные диагностические возможности позволяют выявить онкологию на ранних стадиях. Для этого жители города проходят профосмотры и диспансеризацию в Электрогорской больнице. У нас проводится ежегодная диспансеризация населения и профилактические осмотры. И так как диспансеризация является комплексом мероприятий, которые включают в себя определенные обследования, которые направлены на выявление заболеваний, и одним из таких обследований является маммография, с 39 до 48 лет женщина проходит один раз в три года маммографическое обследование, а с 50 лет и старше – один раз в два года. Если ранее вы обращались в медучреждение с болями или у вас выявлялись изменения в груди, маммографические обследования необходимо проводить раз в год. У нас есть кабинет профилактики, он находится в поликлинике на первом этаже. Там ежедневно рабочий день начинается с 8 утра до 3 часов. Можно туда обратиться и медицинская сестра заполнит с вами все документы, необходимые для прохождения диспансеризации или профилактического осмотра, расскажет вам все мероприятия, где, в каком порядке и как их проходить, в том числе и маммографическое исследование. Вам дадут направление и вы сможете пройти обследование в кабинете маммографии диагностического отделения на первом этаже с 11 до 12 и с 16 до 17 часов ежедневно, кроме выходных. Также можно записаться и получить информацию на ресепшн. В связи с тем, что предполагается ремонт с начала сентября, мы будем переезжать отделением по разным местам. Более подробно мы скажем, где какие части нашего отделения будут функционировать. Единственное, что не пойдет, если мы пойдем в ремонт, не будет перемещено, это маммограф. Он относится к разряду тяжелого оборудования, который требует специализированного кабинета, специализированной установки и многих-многих вещей. И особенно даже разрешения на него. Поэтому на время ремонта он будет законсервирован. Во время ремонта диагностического отделения пациенты смогут пройти обследование в Павловском посаде. Но пока есть возможность сделать это в нашем городе, нужно поторопиться. За период с января по июль этого года диспансеризацию прошло более 2000 человек. При этом впервые были выявлены. Два новообразования, один из них – рак молочной железы, был выявлен на маммографии. 18 заболеваний эндокринной системы, два из них – сахарный диабет. 50 заболеваний сердечно-сосудистой системы, один из них – ишемия, 49 – гипертония. 5 хронических заболеваний легких, 4 заболевания ЖКТ. Мы очень хотим, чтобы к нам прислушались, услышали и пришли проходить диспансеризацию, так как это программа государственная. И просим всех работодателей тоже отнестись к этому более серьезно, для того, чтобы наши жители были здоровыми. Их нужно своевременно обследовать.